Останься Я знаю, будут часы бешеные буквы Посмотри в глаза, я хочу сказать Я забуду тебя, я не буду рыкать Я хочу узнать, на кого ты меня променял Ты больше не звони и меня не зови Я забуду про всё, что ты говорил Я верну тебе всё, что ты подарил Мой мальчик, твой голос звучит у меня внутри Последний день летний Стоит ночью у двери Посмотри в глаза, я хочу сказать Я забуду тебя, я не буду рыкать Я хочу узнать, на кого ты меня променял Ты больше не звони и меня не зови Я забуду про всё, что ты говорил Я верну тебе всё, что ты говорил Посмотри в глаза, я хочу сказать Я забуду тебя, я не буду рыкать Я хочу узнать, на кого ты меня променял И больше не звони и меня не зови Я забуду про всё, что ты говорил Я верну тебе всё МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лап-на-дам, лап-на-дам, лап-на-дам В начале 90-х не было никого круче, чем Наталья Ветлицкая и песня «Уа-па-па-па-па-па-ра-бара-уа-па-па» просто гремела на всю Россию это все. Ну, так что это не авторская песня. Нет, это не авторская песня. Это просто тогда ковер была. Да. Ваше мнение, Уолтер? Меня? Да. Ну, понравилась песня, но... Исполнение не понравилось. Ну, мне просто кажется, что эта группа должна... Авторские песни, это оригинальная группа, свой стиль, все вот это... Можно еще раз внести ремарку, это Беляев? Поскольку у нас огромное количество, ну, в команде групп, они все, естественно, хотят петь свои авторские песни. И мы решили, что будет, наверное, справедливо, если все в этот раз споют чужую. Вот и все. Это мое объяснение. Если это поможет. Виктор? Так хочется ближе к финалу начать всех хвалить, потому что остаются лучшие. Я с таким огромным удовольствием хочу их хвалить. Я считаю, что это, наверное, самое большое открытие этой главной сцены. Я восхищен. Я один из самых больших поклонников ваших. И считаю, что вот это тот случай, когда вы кавер сделали так хорошо, что на месте любого программного директора, независимо его радио играет джаз или хэви метал, или это просто какая-то разговорная станция, я считаю, что эти программные директора должны хватать вот эту версию, ставить ее в горячую ротацию. Вам понравилось это выступление? Мне не просто понравилось. Вы в восторге. Я в восторге. Я хочу слышать все, что они делают. Спасибо, Виктор. Слово Константину Меладзе. Я еще раз испытал удивление, что называется. Откуда у таких молодых ребят совсем, и, в принципе, насколько я знаю, с далекой провинции такое удивительно тонкое и взрослое музыкальное мышление. Настолько выдержанный стиль, настолько какие-то правильные, удивительные гармонии. Так все сыграно. Ну, я восхищаюсь. Это настоящие музыканты. И что касаемо солистки, то абсолютная узнаваемость тембра, манеры исполнения. Спасибо. Просто готовые звезды. Максим Фадеев. Я сразу скажу, что мне очень понравилось. Я действительно тоже считаю, что это открытие. Это очень хорошие ребята. Больше всего меня удивило гармонические решения в припевах. А кто их делал, аранжировку? Ну, в данном конкретном случае Антон Беляев приложил не только руку, но и голову к этой песне. За что ему большое спасибо. И гармонические решения, собственно, его. Действительно, блестяще сделано гармонически, и сделано очень интересно. Так что мои поздравления, Антоша. Спасибо, Максим. Ну и, наконец, слово маэстро Игорю Игоревичу Матвиенко. Меня вот как и Максима Фадеева с «Goodbye America» с этой песней тоже связывают очень многое, потому что мы когда-то ее записывали в далеких 90-х с Натальей Витлицкой, Андреем Зуевым. Вот. Поэтому эта песня мне особенно близка. И когда Таня подала такую идею, которая мне очень понравилась. И в результате там было несколько вариантов аранжировок, но вот то, что получилось в конце, я считаю, что это просто произведение искусства. Тот случай кавера, который не стыдно по аудио действительно услышать. Поэтому молодцы, вы действительно серьезно подошли, поработали. И Таня, конечно, она молодец. Она такой настоящий лидер. То есть она все это... Таня просто супер. Таня наша Таня, да. Аплодисменты группе «Моя Мишель».